Дорогие друзья, рада вас вновь приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас с вами нужный и очень полезный мастер-класс. Он пригодится как начинающим художникам, так и состоявшимся. Все, кто хоть раз брал в руки кисти краску, знают, что материалы и инструменты нынче дороги. Мы покажем сегодня небольшие технические приемы, как из простых подручных средств, например, старой простыни, арголита, краски и клея, сделать грунтованный холст на картоне. Сейчас мы поэтапно это будем делать. Потом мы этот готовый вариант уже для художника Вишнякова Татьяны Викторовны сделаем. И она уже покажет на нем мастер-класс написания портрета. Давайте начнем. Простыня, которая вам не нужна, хлопковая, желательно тонкого плетения. Нам понадобится линейка железная, нам понадобится резак и самое главное нам понадобится арголит, который мы сейчас с вами порежем и будем подготавливать к наклейке непосредственно простыни и потом уже ее грунтовке. Давайте начнем. Наверное, Ольга Викторовна, желательно использовать простыню однотонную, да? Ну, желательно, конечно, использовать однотонную простыню, но за неимением лучше, допустим, можно взять с рисунком простыню, главное, чтобы она была без шва и хорошенько простернуть ее на 90 градусов без ополаскивателя. Просто вот в горячей воде с порошком, можно даже с отбеливателем. Потому что бывают штампованные рисунки, которые могут потом проступать из-под клея или краски, проявляться сам цвет вот этой ткани. Хоть мы и будем грунтовать, но чтобы не рисковать, все-таки лучше иметь однотонную простыню. Спасибо, да, поняла. Так, сначала мы с вами померяем размер нашего орголита, потому что мы сейчас его порежем, ну, пополам. Значит, у нас ровно метр, соответственно, мы делим его пополам, 50 сантиметров. Аккуратненько отмечаем. Желательно, конечно, подложить что-то под сам орголит, потому что, если вы будете сейчас резаком это резать на столе, с вами обычно есть большая вероятность, что вы прорежете насквозь и испортите стол. Теперь мы это дело отмечаем по серединке, придерживаем линеечку. Все, поделили. И теперь аккуратно мы с вами будем это резать пополам. Итак, мы с вами отчертили половинку. И теперь мы будем резать по железной линейке канцелярским ножом. Сразу сильно не надавливайте. Сначала мы как бы немножко надрезаем. Можно перехватить. Дальше. Дальше. Теперь опять надрезаем. То есть сразу сильно мы не давим, потому что может или сломаться лезвие, или просто линия ваша уйти куда-то в бок, линия надреза. И так мы проведем, будем проводить до тех пор, пока не прорежем арголит насквозь. То есть полностью. Таким же образом можно себе нарезать вот под любой формат. Вы можете купить любой кусок арголита, или взять какой-то, если у вас есть старый арголит, и аккуратно вырезать любой, в общем-то, формат. Сейчас мы в конце уже можем надавливать посильнее, потому что у нас есть уже глубокая прорезь, и нож из нее вряд ли куда-то у нас уйдет. Если вы его держите вертикально, не под углом, то он хорошо прорезает нижние слои. Дальше. Так как у нас арголит состоит из многих слоев прессованной бумаги, поэтому проводить придется не один раз. Желательно, чтобы ваше лезвие было очень острое. Тогда вы быстрее прорежете свой арголит. Вот уже почти мы его дорезали. А ножовкой распиливать это, наверное, не вариант, да? Криво-то получится. Ну, ножовкой можно распиливать, но дело в том, что получится молотокривовато, и торцы будут у вас лохматиться. То есть они будут такие шершавые. Ну, понятно. И не прямые, грубо говоря. Итак, дорогие друзья, мы с вами разрезали. Вот, посмотрите, должен быть такой более-менее ровный у нас срез. Если срез неровный, можно взять наждачку и немножечко вот так вот здесь вот пройтись, чуть-чуть пошкурить. Сейчас мы одну половинку убираем, потому что она нам пока не нужна. Будем готовить вот это вот то, что у нас осталось. Теперь мы с вами возьмем простыню. Вот такую хорошую белую простыню. Посмотрим, нет ли в ней дыр? Вроде нет. И положим сверху ордоли. Распрямим. Оставим примерно зазоры, ну, где-то, наверное, по 5 сантиметров, потому что мы будем ее потом подгибать. Вот. Так вот поровнее. Можно карандашик у себя отчеркнуть, кто сомневается в ровности. Можно не отчеркнуть, можно прям так отрезать. Теперь нужно будет взять карандашик. Сразу для тех, кто сомневается. Ну, примерно, наверное, у нас получится... Давайте поменьше немножко, 5 сантиметров. Вот так вот. Ну, опять 6 пусть будет здесь ровно. Ну, и здесь мы тоже отложим 6 сантиметров. Так, чуть отчеркнем. 6. Так. 6. Точечку поставим. И 6. Останется только между собой это соединить и отрезать ножницы аккуратно. Карандашик возьмите помягче, чтобы он хорошо было видно по простыне. Темный графитный карандаш. Где-то, наверное, надо взять 6-8D мягкости. Так. Так. Убираем линейку. На всякий случай определим размер нашего формата. Прямо вот так вот проведем. Продошел. Вот так. Жирнее. Так. И снизу. Все. Теперь можно взять острые ножницы и вырезать себе наш кусочек простыни. и отрезаем по линии. Если чуть-чуть не очень ровно получилось, ничего страшного, это все равно у нас будет сзади на подгиб. И все эти неровности будут скрыты. Поэтому не переживайте. Просто придерживайте линии примерно. Так. Теперь мы убираем лишнюю ткань. И наш вот этот прекрасный кусочек, так сказать, холста в кавычках, мы его тоже пока откладываем в сторонку. Сейчас мы с вами займемся грунтовкой нашего арголита. Для чего? Для того, чтобы наклеить на него ткань. Мы посмотрим, с какой стороны он лучше. Ручкой вот так вот повозим. Где меньше всяких выпуклостей или каких-то там затеркостей. С той стороны будем наклеивать. Мне вот эта сторона больше нравится. Так. Теперь нам с вами понадобится прекрасный клей ПВА. Строительный. Мы сейчас его вскроем. Посмотрим. Очень хороший клей. Консистенция тоже нормальная. У меня есть такая ложечка деревянная. Я помешаю. Сейчас его. Чтобы комочки, если какие-то там и были, то мы их с вами сейчас все разобьем. Если там что-то осело на дно. Нет. Ну, консистенция хорошая. Клей свежий. Поэтому можно не волноваться. Где-то как сметана. Вот она, да. Она вот как сметанка у нас. Вот такой консистенции. Без комочков должен быть клей. Вот это хороший клей ПВА. Мы сейчас нанесем его на наш арголит. Он посохнет. Потом мы нанесем еще раз и наклеим ткань сверху уже. Наносить мы можем валиком или кисточкой флейцем. Широким флейцем. Сейчас я сниму. Широким флейцем сверху. Можно попробовать все-таки сейчас валиком. Ну, если что, да размажем флейцем. Потому что валик лучше не поролоновый иметь, а лучше такой, знаете, такой с волосатой поплотнее, который он лучше будет размазать. Это в себя набирает много, а размазывать не очень хорошо. Илья донесла. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, примерно вот этой банки клея на сколько хватило бы? Ну, я думаю, что, наверное, на полтора на полтора метра размера, я думаю, хватит. Формата арголита полтора на полтора метра, я думаю, будет достаточно такой баночки. Может быть, даже меньше. Но это будет зависеть от того, сколько слоев мы потом в итоге сделаем. И теперь мы... Вот почему я говорю, что лучше не такой вот валик, а более маленький и такой волосатый, потому что он не крутится, он проскальзывает. Ну, ничего, мы сейчас это все исправим. Мы сейчас размажем сначала вот так все аккуратно по плоскости, а потом еще флейцем сверху добавим для ровности. Пока отставим банку. У нас прям мастерская мастерят все, прям такие звуки у нас. Жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг. Хорошо, жирненько промажем. Если излишки будет много излишков, можно это или собрать ложечкой обратно в баночку, или как следует размазать, чтобы это впиталось в арголит и создало такую крепкую клеевую основу. То есть, часть клея как бы затягивается, да? Часть клея обязательно втянется, часть клея останется на поверхности для соединения с тканью. Поэтому клей не жалейте, лучше чуть больше, но потом его собрать. Сейчас покажу, как. Чем его будет недостаточно, и будет большая вероятность, что у вас может отойти ткань от основы, от этого арголита. Сначала размазываем в направлении горизонтально. Вот прям даже излишки можно сразу в банку. Вот так вот, жирненько, густо. Углы тоже обязательно промазывайте. Теперь вертикально. То есть крест-накрест. Вот он уже, по-моему, начинает впитываться. Да-да-да, он уже втягивается, он впитывается. Он пропитывает арголит. Еще раз. Горизонтально. Ну, это по отношению ко мне, конечно. Да, прямо затягивается, видно. А теперь еще раз вертикально. Сейчас мы его вот так вот дамажим, оставим. Он должен впитаться и высохнуть полностью. После чего мы нанесем повторный слой, но уже тоньше. И будем наклеивать нашу ткань. Для ускорения процесса можно, конечно, использовать фен. Но очень издалека и аккуратно. Потому что есть большая вероятность, что у вас пойдет волной, то есть покоробится ваш арголит. И уже не примет прежнюю прямую форму. Лучшее высыхание – это естественное высыхание в помещении, не во влажном, в теплом. Сколько примерно по времени? Соку будет, я думаю, наверное, ну, час, напомню, высыхания, потому что мы намазали очень-очень густо. Вот так вот мы все размажем аккуратно. Уже вот он, его осталось мало на поверхности. Сейчас он начинает подсыхать. И скоро он уже весь высохнет и втянется. После того, как он высохнет, мы еще раз намажем флейцем уже аккуратно и наклеим ткань. И она тоже будет у нас сохнуть. Излишки, пожалуйста, можно чистить вот с кисточки обратно. в баночку. Теперь мы это оставляем. Это сохнет. Следующий этап будет наклейка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!